Тема. Лозунг этого митинга. Война не закончилась. Война еще не закончена, она продолжается. Несмотря на некоторое снижение интересов в социальных сетях, в СМИ, мы считаем, надо усилить, нарастить обороты, чтобы каждый американец услышал, война не закончена. Нам нужна победа. Мы готовы довести это до победы. Мы еще раз хотим сказать нашим партнерам и друзьям, мы знаем, как закончить эту войну. Только дайте нам необходимое оружие. Про это привыкание говорят очень многие. Очень многие говорят на украинских каналах, очень многие люди говорят на российских оппозиционных каналах. Вот. Ну, наверное, так устроен человек. Что тут делать? Наверное, вот мы с вами здесь, и, по крайней мере, вот мы здесь с женой Таней. Это означает, что на два человека больше на ту чашу весов, которая против привыкания. Разумеется, мы еще готовим кое-какую музыку. Вот наша следующая песня, она не впрямую антивоенная, не впрямую говорит о войне России с Украиной. Вот. Но, тем не менее, у нас еще есть кое-что в запасе. Я не знаю, когда это все закончится и какое будущее у России, но я очень хочу верить, что хотя бы кровопролитие скоро закончится. И мне, на самом деле, очень стыдно за нашу страну и стыдно за русских, которые поддерживают эту спецоперацию или войну. Ну, они считают, что это спецоперация до сих пор, я так понимаю. Но мне действительно очень стыдно за россиян. Я испытываю стыд, гнев и чувство вины. И бессилие. Я не знаю. Да? Страх. То есть я сейчас стою здесь, в Америке, и мне страшно того, что я на митинге. То есть это вот про маленького внутреннего Путина, которого надо как-то из себя изгнать. Мы из Беларуси, мы из Минска. Мы приходим уже далеко не первый раз. Мы приходили с самого начала. И цель нашего прихода – это показать то, что беларусы, на самом деле, они против этой войны, они против диктатуры. И они за то, чтобы в Украине был мир и за то, чтобы Россия эту агрессию прекратила. Мы собираемся, и мы видим украинские флаги на белорусских мероприятиях протестных и видели их в 2020 году. Поэтому мы ценим его поддержку и хотим продолжать поддерживать Украину. Я сама из Украины, из Николаева. Это мой муж, Джефф, американец. Мы пришли поддержать и напомнить всем, что война не закончена, и что Украина нуждается в поддержке. Каждое утро и каждый вечер Таня слушает новости оттуда и рассказывает мне, что происходит. Большая часть ее семьи в Николаеве, который сейчас под ударом. Ее маме 84 года. Она уже два раза попадала под обстрелы. Я знаю, что там происходит. И на мой взгляд, Украина борется за демократию во всем мире, а не только за свою страну.